сейчас только что прошли выборы да вот вчера закончились вижу очень много негодования в интернете в тик токе иногда тик ток смотрю и там просто вот ролик за роликом вбросы 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 но впрочем как на каких-то прошлых выборов негодование людей с этим связано там комментарии гневные все всех порвать и так далее посадить там растерзать я хочу сказать тем кто не в курсе тем кто не знает выборов у нас не было никогда никогда ни одного раза был театр и последнее время почему-то люди стали очень верить в то что у них есть какой-то выбор и вот у нас же выбора значит мы имеем право на какую-то легитимность избранных людей при помощи этих выборов просто вот давайте окинем взглядом 100 150 последних лет и вспомним когда были выборы при царе были нет при коммунистах когда-нибудь были выборы они были я даже помню как я советское время еще там с папой иду на так называемые выборы и я говорю а кого мы выбираем он говорит ну вот кто там есть в клеточке мы того выбираем он есть в клеточке уже все и мы его выбираем ельцина выбирали очень сомневаюсь путина выбирали когда-то может быть может быть знаете как-то однажды и совпало что да действительно вот мы его выбрали потому что он нам всем понравился совпало а сейчас все стало на круги своя и не нужно сокрушаться потому что рабы не имеют возможность голосовать но извините это было бы абсурдно если бы раб имел возможность выбирать хозяина но что это такое это глупо какой же тогда раб а мы с вами рабы мы с вами рабы и раба можно даже принудить заставить или может быть в каком-то ближайшем будущее будущем физически отвакцинировать и все и отпустить его пусть живет дальше занимает своими вещами своей суетой весь этот телеспектакль который устраивается для того чтобы рабы думали что они не рабы мне все-таки мне все таки он вот вот представьте что этот телеспектакль например был бы 150 лет назад при царе царь придумывал бы как бы так вот сделать как бы так вот хитренько чтобы какие-нибудь крестьяне там не подумали что у них на самом деле нет выбора создавал бы им какие-то там пункты голосования что-то вот они вот идут где-то там галочки подписи свои ставят абсурда просто царь сказал вот мой сынок он следующий царь все вопросы нет вопросов а здесь видите перед нами разворачивают целый театр и и и какие-то разные у нас как будто бы партии есть и как будто бы дебаты и что-то там кто-то за это кто-то за то партии между собой тоже они тоже как будто бы находятся в таком в борьбе в напряжении как будто бы это этот весь театр делается для нас специально чтобы мы подумали что есть какой-то у нас выбор нет нет выбора его никогда не было и с чего начнется сейчас но почему почему просто вот просто ответьте сами себе почему он должен начаться если вы никогда не был потому что мы якобы у нас какое-то цивилизованное общество и мы космонавтов запустили в космос так мы не запустили в космос космонавтов там нет никого никогда не было и не будет нас обманывают везде абсолютно так что не сокрушайтесь и ну что я могу здесь что могу еще здесь посоветовать здесь нужно выбрать для себя либо я живу рабом и это рабство передаю эстафетой своим детям либо как я осмысленно я понял что я рабство это своим детям не передам и все что здесь происходит у меня вызывает очень такое серьезное внутреннее отвращение начиная с экономики и заканчивая тем как крутят эти так называемые хозяева земли это совершенно не те кто у нас в доме сидят и кого мы якобы выбираем это просто прихвостни это прихвостни и они не лишают ну ровным счетом ничего ну ровно то есть если они там едут с мигалкой вас там всех остановили или в правый ряд это ничего не значит это просто самодурство и не боли жить рабом можно можно даже в принципе счастлива жить рабом если смириться с этим я думаю что победить эту систему невозможно победить ее можно только уничтожить тем что рабов не должно стать нельзя передавать эту эстафету рабство это вот единственная борьба которую я вижу вся остальная любая другая борьба приведет только к тому же самому рабству и дальше